Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Работы идут и на прилегающей территории. Сейчас в этом микрорайоне благоустраивают парк. Руслан Кухарук не только прошелся по экозоне, но и пообщался с жителями этого района. Ребята приходят, молодые, дедишки или взрослые тоже приходят? И взрослые, и дети. Чего еще не хватает? Сейчас пока говорим с коллегами с администрации, они говорят, что в этот этап тоже что-то добавляется. Но еще планы есть по дальнейшему благоустройству. Ну что-то для детей, какую-то площадку. Пока нету, да? Нету здесь детской площадки? Нет, они есть, но, скажем, в парковой зоне. Здесь проекты есть. Здесь спортивная площадка. Я тоже иду на прошедшую. Потому что школа есть. Да, участок из школы вышел. В Югре построят три новых спорткомплекса с ледовой ареной. Новостью поделилась заместитель губернатора округа Елена Шумакова на полях Петербургского международного экономического форума. Минспорта России по результатам отбора проектов одобрила заявку Югры по строительству новых спортивных сооружений в Хантмансиске, Нефтьюганске и Нижневартовске. Регион получит субсидию с федерального бюджета. На строительство ледовых арен округово выделят около 280 миллионов рублей. Это очень своевременная такая новость, потому что мы приняли решение о создании большой академии развития хоккея Югра, куда войдет и наш следж-хоккейный клуб, и наш хоккейный клуб, и наши детские школы. Поэтому возможности для того, чтобы заниматься и зимними видами спорта, и летними, и национальными видами спорта в регионе будет становиться все больше и больше. В Сургутском центре охраны материнства и детства родился настоящий богатырь, мальчик весом 5 килограммов. Это уже второй крупновесный ребенок, появившийся в стенах центра с начала года. Всего же в учреждении за год появляется на свет не больше восьми таких крепышей. Врачи называют их новорожденных, таких новорожденных уникальными. Маленького Ярослава встречала вся его семья, тетя, бабушка, старшая сестра и, конечно, папа. Специально ради этого события он приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Подробности трогательной встречи расскажет Ольга Придоха. На этих кадрах маленького Ярослава собирают на первую и самую важную встречу в его жизни с его большой и любящей семьей. Долгожданного сына там за дверью ждет его главный герой, ориентир в будущем, папа. Специально ради этого момента он взял отпуск и приехал с СВО. Защищая эту родину, боец с февраля 2022 года на линию фронта попал одним из первых действующий офицер российской армии. За это время получил медаль Суворова из-за отвагу. А накануне дня рождения сына Сергея Миронова наградили Орденом Мужества за боевые действия на Авдеевском направлении. Долгожданный наследник родился у нас. Девять лет ждали его после дочери. Конечно, счастливы, безгранично. Что самое главное хотели бы уложить? Ну, все мужские качества. Порядочность, честность, мужество. Алена, молодая мама, тоже впервые за эти девять месяцев видит супруга. От этого момент еще более трогательный и волнительный. Последние месяцы для мамочки-героини тоже были непростыми. Когда на УЗИ сказали, что малыш родится не просто большим, а очень большим, женщине потребовалась помощь психологов. Сейчас она вспоминает об этом со слезами счастья и благодарностью к медикам. Когда говорят, что я такая молодец, мамочка, пять килограмм, я говорю, это не я. Это все меньше, как Ксения Алексеевна. Потому что благодаря ей, благодаря ее рукам, ее заботе и тому, так сказать, всему тому, что происходило с нами в родовом зале, это не передать словами. Я плакала от счастья. Я безумно благодарна. Маленький Ярослав совсем не маленький новорожденный. Его вес при появлении на свет рекордно большой – пять кило. Врачи говорят, что это большая редкость. За год рождается не больше семи-восьми таких богатырей. Ребенок родился здоровым, с хорошими показателями. Потому и выписан был, как положено, на третьи сутки после рождения. Ребенок у нас шикарный на 8-9 баллов. Папгар. Супер. Закричал сразу, буквально отпульсировал. Все бережно, все мягко. Все счастливы. Супруги Мироновы обещали, что еще обязательно вернутся в стены Сургутского центра охраны и материнства и детства. Возможно, не единожды. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. В Хантамансийском районе погиб ребенок в ДТП по вине нетрезвого водителя. По версии следствия, 40-летняя жительница поселка Сибирске, не имея права управления транспортом, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В машине были пассажиры, женщина и ее 6-летняя дочь. Двигаясь по дороге в сторону поселка, Югорчанка не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате этой аварии ребенок скончался на месте. Пассажирка получила травмы. В отношении виновницы ДТП возбуждено уголовное дело. Она задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход следствия контролирует прокуратура. В Югре выступит симфонический оркестр имени Евгения Федоровича Светланова и пианист Денис Мацуев. Решение об этом было принято на заседании правительства округа. Сообщается, что концерт пройдет в двух городах. 19 июня в Ханты-Мансийске и 20 июня в Сургуте. В Рио губернатора Югры Руслан Кухарук добавил, что мероприятия будут проходить в рамках договоренности о продолжении сотрудничества с Мариинским театром. Отмечу, что ранее Денис Масуев уже выступал с концертной программой в КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. В Югре запущена работа клуба экспедиции «Дикий север». Проект приглашает туристов со всей страны увидеть красоты Югры и приполярного Урала. В программе знакомство с культурой коренных народов севера и восхождение на вершину Неройки. Отмечу, что летом владелец клуба Дмитрий Саватаев планирует расширить географию проекта и сделать туризм по Югре популярным у гостей из Китая и ближнего зарубежья. В Нижневартовском ТЮЗе пройдет спектакль «Нижневартовск. Нефтяное сердце». Премьера события состоится уже 16 июня. Авторы покажут захватывающее путешествие через истории, которые сделали этот город особенным. С помощью театральных приемов музыки и актерской игры оживет прошлое Нижневартовска, позволяя проникнуться уникальным духом города. Важность данной пьесы отмечает и известный российский дирижер Иван Пачин, который также приложил руку к созданию произведения. Югра продолжает помогать подшефной Макеевке в ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ. Сейчас ремонтируют кровлю многоквартирного жилого дома по улице Малиновского в Черногвардейском районе. Именно эта часть города наиболее часто подвергалась массированным ракетным ударам. Первый из трех этажей этого дома частично отдан организациям. Там и отделение банка, где местные старики получают пенсии, и продуктовый магазин, где тут же покупают хлеб. А еще целых три подъезда с жилыми квартирами. Поэтому подрядчик обещает, что уже осень жильцы этого дома встретят с теплой крышей над головой. На сегодняшний день начаты работы по демонтажу шириного покрытия, демонтажу деревянных конструкций. И параллельно идут работы на демонтированном участке уже устройства нового деревянного конструктива. И по этапам, по подъездам уже будет в течение того же летнего периода до конца лета все эти работы закончены. Югорчанин Александр Скавыш стал чемпионом мира почти не услуг. Необычные соревнования прошли в Москве на Красной площади. Они состоялись в рамках программы «Открый рот». Суд соревнований следующий. Участники чемпионата в неформальной обстановке, без подготовки, читают слух, выбранные организаторами тексты. Ну а жюри оценивают технику, артистизм, чтение. Александру нужно было прожить роль Камариков, знаменитой мухи-цокотухи, а в финале встретиться с Сальери, исполнив роль Моцарта. Наряду со знаменитыми поэтами и писателями, участники также работали с произведениями не широко известных авторов. Всего им предстояло пройти три тура с полуфинальными и финальными поединками. В сумме набранных баллов, а также техники чтения и артистизме, Александр Скавыш обошел своих оппонентов и одержал победу. Море эмоций. Просто ураган восторгов, радости от победы. Конечно же, волнение. Потому что этот экзамен направил в пригодность, что я еще что-то могу и на что-то еще в своем ремесле способен. И жюри оценило по достоинству мое выступление. Хотя со мной был замечательный чтец из Алушты. Он уже был чемпионом суперфинала 10 лет назад. Но мы справились с волнением. И зрители аплодировали и кричали «Браво!». Футболисты «Газпром Югры» сравняли счет финальной серии против «Ухты». Второй матч между командами состоялся в республике Коми. Как и днем ранее, газовики первыми открыли счет. Мяч в сетку, ворот хозяев паркета отправил Андрей Панкратов. Спустя 4 минуты лидерство югорской команды упрочил Александр Виноградов. Но удержать свои ворота на замке не получилось. Ухтенцы смогли забить, но помог им в этом югорский бразилец Шимба, который записал на свой счет автогол. Во второй 20-ти минутке хозяева паркета забили дважды и были близки к тому, чтобы одержать победу в этом матче. Но Жуао Гелерме сделал счет 3-3 и перевел игру в дополнительное время. Два экстратайма победителя не выявили, и судьба матча решилась в серии пенальти. Газовики оказались точнее. В футбольной лотерее 5-6 по пенальти. Таким образом, счет в серии стал 1-1 15 и 16 июня. Команды сыграют в Югорске. Напомню, серия продолжится до тех пор, пока одна из команд не одержит 4 победы. Удар и селезнен кащит и Газпром Югра вырывает победу во втором матче по пенальти в 6-5.